В Приднестровье сегодня протестировали систему экстренного оповещения. В 10 утра текстовые уведомления пришли на смартфоны, теле- и радиоэфир тоже прервали. Система называется «Молния». Она заработает с 1 января. Сегодня журналистам показали, кто, откуда и как ее включает. Я думаю, что надо приступать. Меньше слов, больше делайте. Вадим, пожалуйста. И включим отстатку. Несколько ударов по кнопкам и из динамиков приднестровских смартфонов заревела сирена. Ситуационный центр МВД – место, откуда сегодня в 10 утра началось масштабное тестирование системы экстренного оповещения населения. Внимание! Производится проверка систем экстренного оповещения населения. Еще вчера, когда некоторым пришли пробные сообщения, приднестровцы задались вопросом, почему у одних оповещение было национальное, а у других президентское. В чем разница? Никакой. Все зависит от телефона. В каждом есть шаблон для экстренных сообщений. Где-то они национальные, где-то президентские. Если же оповещение не пришло, нужно включить эту функцию в настройках своего телефона. Экстренные оповещения пришли на все устройства стандарта в ОЛТЕ, которые находятся в Приднестровье. Сирена и текст будут даже если в смартфоне вообще нет сим-карты. Или если терминал молдавский, российский, какой угодно. Главное, чтобы он поддерживал стандарт в ОЛТЕ. Первый раз телефонную систему оповещений тестили еще в июне. Но сегодня тестируют другие форматы массового оповещения населения. Телезрители увидели вот такую картинку на экране. На радио почти то же самое, только голосом. Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения. Естественно, никаких пугающих предупреждений для граждан не выдавали. Это исключительно техническая проверка. Создать новую систему оповещения поручил президент. До сих пор в Приднестровье использовали только сирены. Современную систему совместно разработали Главное управление по чрезвычайным ситуациям и компания Интернестрком. Система оповещения населения в экстренных случаях необходима, в принципе, любому государству, для того, чтобы эффективно справляться с теми вызовами природного, техногенного характера, для того, чтобы максимально защитить наше население от стихийных бедствий, происшествий и так далее. Новую систему экстренного оповещения назвали лаконично, просто и понятно. Молния. Начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям рассказал, для чего она нужна. Мы говорим о наиболее экстренных случаях, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера, иных обстоятельствах. Оповещение наших граждан должно происходить оперативно и молниеносно, что сегодня было в целом продемонстрировано. Как сегодня сообщили в МВД, молния заступит на дежурство с 1 января. Контролировать систему будут круглосуточно. Ну а сейчас завершается работа по визуализации отдельных предупреждений. Юрий Чанявский, Гермацота, ТСВ.